всем привет ребята пришел в землянку сегодня у нас по плану варила чудо зелье так что сейчас наверно спирал земляночки печку растоплю чтобы можно было зайти погреться я уже пока шел спрел 10 раз разделся чтобы проветриться маленько уже пора нательная наверное снимать жарковато стало у меня все привычка еще зимы не осталось одевать никак не сниму ладно пойдемте растапливать пример землянки прохладного то на улице тепле сейчас на улице тоже похолодает пятюшечку затопили на костре будем варить наше чудо зелье сейчас покажу какие компоненты взял для этого для этой процедуры так сейчас напилю дровишек еще разведем костер на костре будем варить на бане еще ведро взять так пока не надо так здесь у нас весы маслица так ребята будем варить живицу по классическому рецепту дедовскому подсолнечное масло нерафинированное потом пчелиный воск это наша сосновая живица и еще надо будет сейчас набрать почек березовых и хвои сосновой и из всего этого будем варить нашу живицу на костерке все взвешиваю чтобы по пропорциям совпадало все на водяной бане так что ладно сейчас так сперва наверно почечки пойду найду и хвою насобираю вот найдено небольшое количество почек березовых они они уже начали вылупляться потихоньку много не надо на 1 литр 10 грамм всего лишь добавляю пособираю вот здесь наклоненная березка здесь удобно пособирать там мало на ней было собираемся так-то живицы огромное количество всяких рецептов я не знаю почему то вот этот рецепт мне нравится классический так сказать мазь для наружного применения и для внутреннего он подходит березы березовых почек набрал на свежий свежих иголочек грязные убираем мертвые ну все компоненты собраны на литр литр 20 мне будет литр 200 на это количество вот столько достаточно конечно Ahora в そして вот как это будет литр 20 чайла а сейчас у нас мне рецепт подпишется тапля подпишемся в течение к чайлотки привезли к чайлотку я не могу с 1969 мне очень сильно 1 skalем 5 минут как я лепли к чайлотку я не могу еще рецепт это ныне как я лепли крым Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть она у нас закипает... Сейчас еще чайку поставим... Чайку надо попить... Продолжение следует... Вот такую приблуду сделал... Так удобнее будет... Костер поддерживать... Горячая... Вот так вот... Сейчас... Забубеним отвар... Чудодейственный... Вот так вот... Будет получше... Это в костре... Не подкинуть... Вокруг... Горит... Надо чтобы по низу горело... Сейчас быстренько разогреется... Так... Чайчик... Где-то паровоз едет... Здесь... Не сильно далеко... Километра 2-3... Наверное... До железной дороги... Сейчас... Обжегся он... Хорошенечко так... Об ручку... Об ведро... Была бы готова оживиться... Можем было бы... Намазать бы... Она от ожогов помогает... Там много... Она от чего помогает... Я... Список... Оставлю в описании... Если кому-то интересно будет... Почитайте... Также... На баночках есть... Но если у кого-то... Слабое зрение... Блин... Дым... То можете... В описании почитать... Так-то много... Но от чего лечит... Нужная штука... Там рецептов... Огромное количество... И они... Немного... Меняются... В зависимости... От болезни... Вот это классический рецепт... Но я потом еще для себя сделаю... Отдельно... От варикоза... Есть рецептик... Сейчас... Компоненты приедут... Там... На озоне заказал... Варикоз на ногах у меня... Сколько я ходил... Не переходил... За свою жизнь... На ноги... На ноги... Нагрузка... Большая была... Поэтому... Полечу... Потом тоже вам... Скажу... Если поможет... Варикоз... 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 Ладно... Пока вода... Добывается... Там у нас... Закипает... Будем приготовить... Раствор... Сам... Смесь... Вот... Такое... Вот... Масло... Нерафинированное... Обязательно... Берем... Две бутылочки... По 0,65 грамм... Они у меня... Выливаем... В... В... Почки... Вот... Наши... Почечки... Чудесные... Так... Балочка... Этой живице... Она... Хранится два года... Баночки буду делать по 100 миллилитров... Думаю... Такой баночке... Надолго хватит... Пусть она... В аптечке стоит... Всегда пригодится... Так... Наслица наливаем... Это сожгем... Так... Сейчас... Нужно отмерить... Пчелиного воска... 100 грамм... Опа... Так... 140... 120... В принципе-то... Пойдет... 120 грамм... Выбахнем... И... Живицы... Сосновые... Тоже берем... 100 грамм... Опа... Нет... С учетом... То, что здесь... С мусором... Возьму побольше... Где-нибудь... 150 грамм... Хватит... Ага... Вот... 158... Само то... Это... В следующий раз... Еще тут останется... Так... Это есть... Закидываемся сюда... И... Добавляем... Хлебного мякиша... Хе-хе... Шучу... Не надо хлебушку... Все... Все компоненты... В сборе... Сейчас ждем... Нашу водичку... И будем ставить... На... Водяную баню... Будем варить... До полного растворения... Всех компонентов... Смешания... Между собой... Соединения... Кому как удобней... Ну а мы тем временем... Поужинаем... Сегодня у нас ужин... Обалденный... Вот такое вот... Сальцо... Копчененькое... Приезжают там к нам... В город иногда... С машиной торгуют... Не знаю откуда они везут... Масало... С магазинским не сравнится... Такая вот красота... Хлеб... Картошечку вчера дома варил... Не съел... С собой взял... И лучочек... Вот такая вот красота... Ребята... Вот такая вот красота... Что... Что... Взял... сразу же хочу извиниться перед теми кто побежит к холодильнику приятного аппетита сейчас пожарим еще вкуснее будет красота такая дровишек все подкинуть уже тепленькая водичка скоро закипит думаю дым от как сюда куда не сядешь ой какой запах то понесся доносится словами не передать жареное сало на костре сразу меня напоминает детство когда с батей в делянку ездили там не показал я очень жирную пищу раньше не ел особо горит попробуй сало на палочке жарена потом говорит всю жизнь больше жарить есть я скептически отнесся но попробовал их правда сейчас при любой возможности сало на палочки обязательно инди градиент в лесу или какие там без комментариев если есть рай на земле то он здесь и прямо сейчас так водичка закипает буду ставить с огонь на огонь на воду вот так вот пусть она плавает кстати сальцо соленая раньше вот все время жарил а сейчас вот копчененько пожарил вообще пушка вкуснее чем соленая даже намного это ребят по обязательно попробуйте рекомендую всем чтобы не было никаких жареных лет пока не б твоя, я не думаю, что будет. как он такой, слушай, мне нужно по курсе как он. как он так, что не будет? как он на方面, как он в курсе как он так, куда вы? как он так. как он. наш отвар потихоньку нагревается варится уже мягонько стала смола и это пчелиный воск так вот помешиваю и она рассасывается не знаю может часик часик поварить придется костерок разжарился вот так вот поставил так сильно не кипит хоть удобнее мат пчелиный воск уже почти растаял такой кусочек осталось запашок такой доносится елочками пахнет новым годом и еще чем-то с маслом смешано что новый год с маслом уже вечереет время 6 часов вечер ну все там уже разошлось все компоненты главное чтобы не кипела при закипании все полезные вещества улетучиться могут она не кипит такой тепленько водичка ей еле-еле кипит сейчас минут 20 еще вот так поварю чтобы соединились все компоненты чтобы из хои из почек все нужно вышло в масло и буду снимать уже охлаждать маленькой и разливать дома уже подготовил баночки 18 штучек с этикетками здесь название здесь состав вокруг от лешего и здесь для чего от чего и почему такие вот баночки простые в целях экономии чтобы цена адекватная была простенькие чистые новые стерильные если конечно какие-то баночки другие покупать стеклянные то цена конечно будет намного дороже я хочу сделать чтобы доступна была цена поэтому пока в таких баночках максимальная цена 570 рублей у живицы но у меня конечно подешевле будет где-нибудь среднюю цену сделаю адекватно за счет то что баночками с этикетками сэкономил можно сделать подешевле так что ребята ссылочка как и всегда будет в закрепленном комментарии и в описании на озон для заказа если кому-то вдруг надо будет спрашивают в комментариях когда рыбалка будет я как-то зимнюю рыбалку не особо что-то люблю сидеть там мерзнуть это надо бур покупать там тащить его я же вон по чужим лункам рыбачил своего нету это все равно надо палатку с печкой с палаткой с бур чтобы комфортно рыбачить зимой короче возни я раньше рыбалкой занимался всегда летом рыбачил только можно сказать с речки не вылазил как выходные выпадали день сутки двое там на речке жил рыбачил нравится рыбачить то увлекался тоже рыбалкой так что сейчас лед сойдет и уже можно будет на рыбалочку рвануть на бережке посидеть с ночевочкой так ну ладно буду снимать опа пусть остывает немножечко остынет чтобы баночки не расплавились и будем процеживать вот так вот вот так вот процедим будет готова наша чуть-чуть чудо мазь вот такие новые запчатаны запасные подготовили с морочек ну не марлечка через бинтик марлечки нет так вот сразу внутри в три штуки кстати тут тоже живицы есть прямо за землянки так ладно будем разливать запах-то неплохой я думал будет хуже тепленько тепленько баночка буду разливать аккуратно костерок же есть так сегодня такой ролик для кого-то может скучно покажется но многие просили там показать как я варю живицу кому-то будет интересно думаю да и так погуляли отдохнули 5 на свежем воздухе перед костерком со мной это у меня поставить последнее время ролики гиперактивны раз раз все кончился ролик все разлито вот столько мусора осталось так мы продегустируем на ожогах на своих сейчас мазь заодно так вот она застывает вот видите как обжегся сейчас намажем посмотрим пройдет нет сейчас жгу посмотрим пройдет нет так что у нас по количеству получилось сейчас просто крышечками накрыл сейчас остудятся потом музыку закручивать буду уже и упаковывать открывать раз два три 4 5 6 7 8 9 10 до 14 штучек я думал больше будет потому что я продавать буду по 100 грамм но здесь 120 наливал баночки на 120 миллилитров влазит них 20 грамм в подарок миллиграмм не знаю то ли время то что уже прошло не так стало жечь то ли действительно мазь помогает вообще уже не жгает руку ожоги не ожидал минут пять наверно прошло так интересно сейчас специально конечно не буду обжигаться интересно на свежую если бы намазал как быстро прошло бы так и вот после того как обжегся часа два наверно сколько я тут сидел все жгло вот ожоги интересно на себе баночку наверно ставить или или нет или как обычно сапожник без сапог сегодня тихая спокойненько и видео размеренно интересно тоже написали бы в комментариях какие больше ролики вам нравятся такие вот спокойно без этих мельтешения кадров либо по гиперактивнее чтобы без нос тоже вот я понимаю кому-то нравятся спокойно и такие ролики чтобы на одном кадре там человек остановился посмотрел послушал а кому-то наоборот это нудно кажется и не смотрит такое вот все баночки 12 штук вот так вот выглядит как крем абсолютно натуральный а две баночки почему-то то ли они не до конца еще остыли то ли что вот от отслойка какая-то на дне если она не пропадет тогда эти баночки себе оставлю будет бракованы значит 12 штук партия вот если что имейте ввиду вот так прикольно масть получилось можно закрывать собирать такая партия кстати сейчас не буду расклеивать вот такие еще этикетки будут срок годности два года и дата изготовления сегодняшняя прилеплю уже дома сейчас не буду возюкаться собираем эти две баночки может то что под конец наливал там а уже конечные остатки сладки как говорится из этого отслойка получилось ничего посмотрю так но у нас еще осталось живица все компоненты принципе то есть только масло еще купить и баночки подготовить это пар партия разойдется если когда когда еще сварим собрался выхожу к землянка скоро увидимся ближайшем будущем сделали сегодня все что планировал надеюсь кому то может рецепт пригодится всем счастья здоровья как обычно не болейте лечитесь народными средствами скоро увидимся